Здравствуйте, уважаемые коллеги и партнеры компании E-Markets. По традиции для вас я публикую на этом канале анализ рынков с точки зрения ВСА, с точки зрения прайса экшена. В описании к этому ролику находится ссылка на полный выпуск, где я также рассматриваю еще акции голубых фишек российского рынка и некоторые другие инструменты, курс рубля, например, посмотрю, там нефть и так далее. Опять же ссылка находится в описании. Ну а если вы не встретили тот инструмент, который вы торгуете и вы хотите, чтобы он появился в этой аналитике, заходите на мой сайт, опять-таки ссылка будет в описании, там есть опросник и проголосуйте за ту валютную пару, которую вы, собственно говоря, хотите и она тогда, возможно, появится в данном анализе. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с евро и дальше будем перемещаться по другим инструментам. Для вашего удобства, кстати, в комментариях к этому ролику находятся тайм-коды. А по евро мы дошли до нашей цели, это уровень 1.098106 и практически сразу от нее стали падать. Об этом я и говорил, что там надо будет делать новый анализ, если помните. Уровень оказался ключевым для данного инструмента и, вероятно, в будущем также он будет очень сильно влиять на рынок. Сейчас мы находимся у нижней границы, почти дошли до лоев рынка. Запас хода к лоям еще присутствует. Но, по всей вероятности, мы уже имеем такой долгосрочный тренд на покупку данного инструмента. Кроме того, объемы на покупку увеличиваются на фоне снижения объемов продаж. Сказал вот так вот с подвывертом, что все это значит. Очевидно, что уровень 1.08359 не будет сильно пробит. И мы начнем отрастать на следующей неделе, ожидая покупок до предыдущей области. Это, соответственно, область 1.098106 и выше к 1.10201. Перейдем теперь к фунту. Рынок взлетел и, собственно говоря, как и по евро, дошли до уровня и свалились. Ранее, если помните, мы ожидали покупки и наш прогноз, собственно говоря, оправдался. Что сейчас я ожидаю по данному инструменту? А вот сейчас покупок-то я особо так и не вижу по фунту. Точнее, они вроде бы как есть. Вот так вот чисто технически от уровня 1.24339. Но имейте в виду, что бычьи объемы уже стали снижаться. Что все это означает? Это означает, что если рынок все-таки пробьет уровень 1.24339, у нас откроется движение к уровню 1.236451. Если и тут будет пролив, то долгосрочно мы можем уйти совсем, собственно говоря, вниз к уровню 1.20000. Все эти сценарии, конечно же, возможны при пробое уровня 1.24339. Пока что в рынках все еще быки есть. Да, они ослабевают, но не сильно. А поэтому, возможно, рынок во флете найдет некоторую, конечно же, поддержку. Идет к хаям к уровню 1.26270. Даю вот такие вот два сценария, потому что, в общем-то, вот ситуация вот такая неоднозначная. Здесь уже будет видно, в зависимости от того, найдут ли быки силы в этом инструменте. Если они найдут, то, конечно же, вполне мы можем двигаться дальше. А перейдем теперь к иене японской. Хотя, в общем-то, иена еще бывает какая-то. Напишите в комментариях, по-моему, только японская иена бывает. Иена пошла по нашему сценарию и дошла до наших целей. Просто прекрасно. Дошла до вот таких локальных хаев, а только с небольшой поправкой. Все-таки вот мы планировали не резкого движения, которое произошло за два дня, а вот такого медленного, флетового движения вниз. Сейчас отскочили от нашей цели и стали формировать некий откат с уходом в такую классическую пилу. В рынке сейчас, опять-таки, локальный некий баланс покупателей и продавцов. Однако, если посмотреть на долгосрочную картину, совсем, собственно говоря, на долгосрок и открыть более высокие таймфреймы, мы видим, что рынок торгуется в треугольнике, что, конечно же, может в дальнейшем сыграть в сторону, разумеется, продаж. Поэтому среднесрочно, ожидая все-таки движения вниз в области 105-639. Но локально, вот именно локально, мы можем торговать здесь покупки к уровню 107-941 и вот торговать в рамках этого треугольника. Еще раз говорю, долгосрочное падение, локально у нас такой рост. Перейдем теперь к астралийцу. Наша покупка отработала довольно-таки неплохо. Правда, опять-таки не дошли до наших целей, но покупка, в общем-то, идея, она неплохо отработала. А в целом подошли практически вплотную к нашим целям. Сейчас ушли вниз от наших целей и стали вроде как откатывать, но на данный момент рынок находится вот в такой коррекции, коррекции, как я это говорю, любил говорить, вот коррекции, коррекции этого падения. Причем тут сформировали небольшой треугольничек, который меня немножечко, если честно, сбивает с анализа. Кроме того, сформировалась вот такая визуальная некая донышко. Здесь вот двоякая ситуация, как и по фунту, но все-таки больше подходит, конечно же, на продажу, поскольку в рынке слабые беки, но очень сильные медведи. На следующей неделе более приоритетнее лично для меня, а ждать движения к уровню 0.619159, но только при пробое уровня 0.63213. Однако в случае волатильного пробоя, именно волатильного уровня 0.63859, можем двинуться выше к уровню 0.644204. При волатильном пробое этого уровня двинемся еще выше к уровню 0.653753. Но еще раз, парчек, ну, что взлет должен быть очень волатильным. Придем теперь к золоту. Пошли по нашему прогнозу. Сегодня у нас практически все прогнозы оправдались, а чутка, правда, немного запоздали, вот не дошли до нашей цели, я напомню, цель была 17.81, не дошли пару десятков баксов и развернулись. Это нормально, учитывая то, что, в общем-то, сейчас мы тестируем ХАИ 2012 года. Здесь, конечно же, есть такой момент. Если вы торгуете долгосрочно, в целом, можете покупать золото вот прямо сейчас, несмотря на то, что у нас есть ХАИ. Гарантированно золото в ближайшие 2-3 года будет стоить дороже на фоне уже напечатанных триллионов со стороны Федеральной резервной системы, и сейчас я на самом деле не шучу. Еще раз подчеркну, как я, собственно говоря, и в прошлом обзоре, еще раз вам напомню, печать новых зеленых, соответственно, разгоняет инфляцию, и как следствие, в связи с определенными механизмами, это увеличивает стоимость золота, потому что инвесторы хотят сохранить свой капитал, это понятно, золото такой достаточно консервативный инструмент. В Британии, к слову, скупили уже вот эти вот, знаете, вот небольшие слиточки золота, и это все, что вам нужно знать о происходящем. Среднесрочно, если мы говорим о золоте, и на следующей неделе, в целом ожидаю лонгов по инструменту, запас хода движения вверх до сих пор присутствует, плюс обозначенная причина с ФРС. Кроме того, увеличение бычьих объемов на фоне падения, и шпильки здесь у нас есть, и объем, ну, в общем, все очень достаточно красиво. Обозначу уровни, с которых можно покупать данный инструмент. Это, конечно же, уровень 1683, это первый уровень. Если пробьем его, не сможем, собственно говоря, от него уйти наверх. Есть возможность подхватить инструмент на уровне достаточно красивом. 1666. Ниже данного уровня уже начинается негативный сценарий, поэтому лучше пока будем следить за вот этими двумя уровнями и покупать от них. Ближайшие цели покупки 1738, это вот такие локальные хаи. И, разумеется, выше, ну, соответственно, 1776. Перейдем теперь к биткоину. По битку повторюсь, что пока что мои прогнозы вот работают через раз, поэтому имейте это в виду. Пока что мы находимся в таком бычьем тренде, продолжаем в нем находиться, поэтому ожидаю инструмент к уровням 7745. И возможные уровни коррекции вот этого трендового движения, это уровень 6765 и 7000. От него мы можем, в принципе, покупать до нашей цели 7745. Уважаемые коллеги, предлагаю на этом остановиться. Напоминаю вам, что на все мои линейки обучения действует скидка 30%, где-то больше, где-то меньше. Ссылку найдете на данную скидку в описании, также в описании найдете описание данных продуктов. Вне зависимости от того, какой у вас опыт. Вы можете быть с опытом, либо без опыта. Впереди у вас три недели выходных или даже четыре вместе с майскими праздниками. Я уже запутался. У нас карантин или самоизоляция, я, если честно, запутался. Ясно одно, что у вас очень много времени, которое вы можете посвятить себе, которое вы можете посвятить развитию. За это время вы сможете по моему обучению составить свой торговый план, свою торговую систему. Вы разработаете свой личный метод персональный. Вы поймете, как торгуют, собственно говоря, трейдеры, как они это делают, вы поймете механику рынка, за счет чего растет, либо падает цена. Вы поймете все те фишки объемного анализа, которые в принципе существуют, заточенные под современные реалии, заточенные под современный рынок. На каждое обучение действует гарантия. Где-то есть гарантия от слива. Например, в случае, если по знаниям в системе вы потеряете деньги, я делаю вам компенсацию. Потому что в моем обучении очень продуманы риск-менеджменты, очень продуманы риски. Следить деньги по нему невозможно, и поэтому я это подтверждаю, собственно говоря, вот такой гарантией. На курс ВСА действует гарантия на качество. Ну, знаете, многие продают там какую-то пустышку. В случае, если вы поймете, что это пустышка, и курс невозможно вообще применять, вообще полная какашка, я делаю вам компенсацию без разговоров, без, знаете, вот таких вот заумных изречений там, а что вам не понравилось и так далее. Просто говорите, что мне это не понравилось, мне это не подошло, я вам делаю компенсацию. Опять-таки ссылку найдете в описании на все методы и найдете описание данных продуктов. Ну, а я вам на следующей неделе желаю счастья, благополучия и успеха. Зарабатывайте. Постарайтесь все-таки не выходить на улицу. Вокруг очень много мнений. Кто-то говорит, что выходите, кто-то говорит, что не выходите. Я, если честно, уже запутался. Я реально уже запутался. Кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, кто-то говорит третье. Я для себя решил, что я, скорее всего, постараюсь не выходить на улицу, потому что, ну, мало того, что я сам по себе домосед, как-то раз я настолько долго не выходил на улицу, что у меня даже аккумулятор в машине села, представляете? Поэтому для меня это так не критично. И помимо этого, я более чем уверен, что, знаете, мы знаем не всю полноту картины, то, что происходит. И если есть возможность посидеть дома, лучше, я думаю, все-таки посидеть дома. Удачи вам, счастья, благополучия. Опять-таки, сидите дома, зарабатывайте, изучайте платформу. В общем, все у вас прекрасно, что вас, собственно говоря, не устраивает. Удачи!